У нас популярно одно заблуждение, что Россия – это страна, у которой безлимит людей, денег и оружие, что она может бесконечно идти по трупам, забрасывать нас чугуном и, как деды, непрерывно поставлять на фронт тысячи танков, минометов и пушек. Но это не так и никогда не было так. СССР, который был в разы сильней и технологичней РФ, не зависел от параллельного импорта и имел реальных союзников – Варшавский пакт, а не Иран и Северную Корею за валюту и золото. Однако Союз не смог, например, выиграть войну в Афганистане. Советский Союз не смог выставить в регионе группировку более 120 тысяч человек, при этом вынужден был в Первой и после Второй мировой массово призвать в армию резервистов. На крупные наступления, например, семь общевойсковых операций в Панжарском ущелье, важнейшем участке, Москва годами не смогла собрать более 10 тысяч штыков. Дистанционную ракетную войну советский режим не потянул. Под конец уже бросались ОТРК с креплениями под ядерное вооружение и залезли в запасы предыдущего поколения с точностью плюс-минус кишлак. СССР использовал сотни тяжелых бомб до трех тонн и пришлось озадачить промышленность, значительно почистив при этом сталинские запасы. Однако надорвались. Не смогли. Вышли. Кстати, генсекам хватило ума не косплеить сталинский режим и вставай, страна огромная. Современная РФ совершенно не СССР 1980-х, а украинцы далеко не маджахеды в шлепках. Плюс за нами Евросоюз, который производит полтора миллиона снарядов и миллион купит на рынках Азии и Африки. Не было у боевиков десятков батарей ракет, коалиции дронов, тральщиков от Британии Нидерландов и эскадрильей самолетов в ближайшей перспективе. Афганцы могли с помощью пакистанских товарищей сбить несколько советских бортов в воздухе, могли шарпать отдаленные гарнизоны, стингерами валить вертолеты. На нескольких сотен самых современных в мире САУ они не имели. Корректируемых ракет в круг на 5 метров за 70 км не укладывали. Резню среди управления с генералами, которые дохнут прямо в штабах, не устраивали. Поэтому, например, за 10 лет войны СССР потерял 140 танков. Сейчас потери россиян более 300 в месяц, согласно заявкам, из которых 150 плюс подтверждаются фото- и видеофиксации. И каждый день Москва использует массированные бонзай-атаки, после которых на поле боя остаются десятки машин. Часть из них забирают в тыл, часть мы добиваем сбросами. Возможно так, враг хочет занять максимальное количество территории под условные переговоры. Возможно, россияне спешат к моменту, когда будет инаугурация Путина. И, возможно, не отказались от идей выйти на границы Донецкой области, чтобы потом заявить, что цели СВО выполнены. Вот он, коридор в Крым, вот они области. Сейчас в Намосковии, кроме массы проблем с топливом, например, у Роснефти вышли из строя три предприятия из-за бомбежек, а на крупном газовом – сильная авария. Есть более важная проблема. Время производства современной техники. Даже мобилизационные танки с китайской рацией, упрощенным прицелом и еще советским контактом – это месяцы работы. Даже если подоставать все это с хранилищ из-под забора. Еще до войны производственный цикл длился 90-120 суток. А с тем, что, например, матрицы к тепловизорам и рации перестали быть легкодоступными, а часть специалистов поехала за длинным рублем на СВО, срок совсем не уменьшился. Отсюда гольфкары, машина управления судного дня и Т-55 на линии как основной боевой танк. Очень легко это понять, глядя на структуры потерь Т-62, Т-80БВ, Т-55. А новых Т-90 не появилось. Значит, это никакое не новое производство, это расконсервация и капитальный ремонт. Когда у вас хватает нового производства, вы не ставите РЭБ на Т-55, который пробивается всем, что есть на театре военных действий. Впрочем, ни одна страна не может быстро закрыть 15 300 уничтоженной и захваченной техники. Это означает более 20 000 с тем, что не попало на камеры, и еще тысячи с выработанным в ноль ресурсом. Основным узким местом в Намосковии являются не станки. Это можно купить в Турции, завести через Закавказье или из Южной Кореи через прокладку. Там особых проблем как раз нет, пока есть деньги. Также основная проблема – подготовленные специалисты. В Намосковии мужчин, способных эффективно работать в возрасте от 20 до 50, 30 миллионов голов. Это всех вместе, с больными, работниками клавиатуры, теми, кто никогда не подымал ничего тяжелее стакана. 14 миллионов из них в тени. Все равно, чем они занимаются, пьют водку в деревне, носят раствор на стройке или пишут блоги в Грузии. Росстат о них ничего не знает. А если не знает, то и рассчитывать не может. И только примерно 10 миллионов квалифицированных работников, которые могут работать на ПК, могут научиться программировать ЧПУ, быть токарем или паять дроны. Просто по своему уровню интеллекта и образования. Но потом пошло по плану СВО. Когда начали взрываться НПЗ в Центральной России, долетает до заводов в Татарстане и аэропорт Морозовск, начал принимать по четыре десятка ударных дронов за ночь. Полмиллиона новых инвалидов в самом активном возрасте. Большинство из них – это СВО. Даже если это производственная травма или купленная бумажка, чтобы не попасть на фронт. Но там полно действительно раненых, изувеченных прямо на войне. Часть из них – спецы, от строителей, которых покусал Хаймарс, до пострадавших от бобров и лютых. Призыв – до 560 тысяч голов. Там не все стрелки. Много тыловых специалистов, от зенитчиков до ремонтных служб, плюс, конечно, водители и т.д. Те, которых трудно переучить. Категория Е на автобус – это несколько лет опыта на фуре и серьезное обучение. А не тот, который крутит баранку. Поэтому есть регионы в РФ, где под 30% некомплекта у перевозчиков. Текущие специалисты в секторе обороны – многочисленные полицейские, сотрудники ФСБ, разведки, РВСН и т.д. Которые физически не могут прорывать опорники под Авдеевкой, но потребляют ценные ресурсы. Сотни тысяч туловищ – подготовленные специалисты. Кстати, среди них много бронированных. До полумиллиона мужчин сидит в Грузии, Сербии, Европе и Турции, не хотят возвращать руины Авдеевки любой ценой. Особенно если цена – их собственное здоровье. Потому что шаманов и соловьевых в штурмовых ротах пока не замечали. В основном белые и синие воротнички. До трех миллионов голов уже обслуживает ВПК. Не все задействовано в Украине. Это и топливо для межконтинентальных баллистических ракет, и суда, строящиеся для Северного флота, и производства пайков, и металла, из которого, например, заложат через год новый БДК. И он будет где-то в 2027 готов к ходовым испытаниям. Кадровый голод по опросам испытывает 85% российских компаний, 89% в крупном бизнесе, и 46% руководителей по исследованиям Института Гайдара. Число незакрытых вакансий растет очень резко. Вдвое за год. Безработица бьет рекорды по минимальной планке. Дефицит кадров рынка – 4,8 миллиона. О какой бесконечной мобилизации может идти речь? Нельзя просто взять и набрать отряды «Шторм» и стрелковые батальоны, чтобы они бежали по полю в атаку. Уже как-то приводил пример тыловой группировки, которую 40-я армия сосредоточила в Афганистане. Советский Союз отмобилизовал и выставил 4 новые автомобильные бригады, 2 трубопроводные части под нефтепродукты и воду, 1 крупную армейскую ремонтную базу и сеть мастерских в провинциях, развернул минимум по батальону охраны пограничных переходов, аэродромов и тоннеля в Саланге, а также 8 госпиталей, 7 инженерных батальонов, комендантские подразделения, различные тыловые структуры вроде складов и сборных пунктов аварийных машин. Напоминаю, это на 100-120 тысяч штыков. В Чечне та же картина. На роту, погибающую в горах, батальоны охраны в Ханкале, проверяющие, комендатура, сводные огневые группы полиции. Это работает именно так. Сейчас, когда на Московии формируют Днепровскую флотилию, два десятка дивизий и всевозможные тыловые хвосты, откуда для них возьмутся специалисты? Только из пула квалифицированных работников. Нет у них никакого безлимита. Ни людей, ни техники, ни денег. Как нет времени, чтобы превратить неквалифицированных в специалистов. Отсюда 17-20 шахедов в сутки. Отсюда непальцы и суданцы в армии. Отсюда Т-55 и гольф-кары. И оттуда удары по Харькову и Сумщине. Но отсутствуют попытки зайти. У них пока нет сил. Конечно, они над этим работают и непрерывно атакуют наши позиции. Но быстрой мобилизации не будет, как и после выхода из Херсона. Наша задача не изменилась с 2014 года. Мы должны быть выносливей агрессора на один день. Москва обязательно надорвется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok